Добрый вечер всем, кто пришел. Сегодня у нас в пресс-клубе «Бинго». У нас не только открытая летучка с проектом «Реформация», но и российский тележурналист Павел Селин. И прежде чем мы начнем, я хочу вам напомнить, что у нас есть донейшн-бокс, и за донейшн мы угощаем кофе, а также сегодня у вас будет возможность задать свои вопросы всем присутствующим двумя способами. Вы можете по старинке поднять руку, либо зайти на сайт слайда.ком, набрать код мероприятия 321 и задать свой вопрос. Итак, мы начинаем. Серж Харитонов, Удар Павлюченко. Пожалуйста, микрофон. И Павел Селин. Всем привет. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в эту аудиторию. Вместо того, чтобы оказаться в баре или еще в каком-нибудь более полезном месте. Нам очень приятно, что сегодня получилось собрать столько людей. Если честно, мы даже не ожидали, что вас будет настолько много. Но это очень круто. Итак, нашему проекту недавно исполнился год. Мы «Реформация». Федор Павлюченко, Серж Харитонов. В общем-то, перед вами два человека, которые занимаются этим проектом на протяжении уже почти года. Мы решили, не готовясь, какую-нибудь презентацию дурацкую и в духе времени провести интервью с самим собой. Да, мы подготовили пару вопросов. Здравствуйте. И мы хотели бы с помощью такого самого опроса, интервью с самими собой, рассказать о нашем ресурсе. И первый мой вопрос будет Сергею Харитонову. Сергей, расскажите, пожалуйста, как появился ресурс? Может быть, у вас какие-то есть интересные истории, связанные с его созданием? Ну, Федор, что я могу сказать? На самом деле, проект РФРМ или «Реформация» появился в прошлом году как спецпроект онлайн-журнала kuku.org. Привет. Здесь есть редактор этого журнала. Спасибо большое, Настя, что тоже тут. Изначально проект готовился как какая-то платформа для того, чтобы называли онлайн-демократией. Мы хотели попробовать поиграться с общественным мнением, задавая вопросы и пытаясь понять, каких реформ или перемен хотят люди в Беларуси. Мы использовали онлайн-платформу, который назывался «Лумио», и в течение первого месяца активно задавали вопросы в надежде, что люди будут высказывать свои пожелания. Мы хотели помечтать о новой стране, помечтать о Беларуси, в которой хотелось бы жить, потому что я и Федор довольно долгое время, около 10, да? Да, около 10. Федор 6, я около 10 лет провели за рубежом. Мы вернулись в эту страну, и нам хотелось понять, куда мы попали, потому что эта страна была очень похожа на то место, из которого мы выехали долгое время назад. Ну и вот в надежде на такую Беларусь мечты мы попробовали задать вопросы беларусам. Сначала нам отвечали очень активно, потом мы стали получать все меньше и меньше ответов, и поняли, что теперь вопросы задают нам, и нам нужно отвечать на какие-то вопросы, которые задает аудитория. Так и появился вот этот ресурс. То есть вначале там была совсем другая команда, ни я, ни Федор не имели никакого отношения к этому проекту. Однако в феврале, мне кажется, в феврале или марте этого года мы с Федором встретились в KFC здесь за углом, и как-то совместно поняли, что у нас очень похож взгляд на тот проект, который мы хотим делать. Так и появилось то, что сейчас называется реформация. Ну да, я продолжу отвечать сам на свой вопрос. Дело в том, что мы попробовали работать с платформой Lumio, попробовали поиграть в электронную демократию, и на самом деле ничего не получилось. То есть этот проект провалился, и мы, сидя в KFC, как Сергей говорит, придумали новую концепцию для сайта, которая реализуется с марта этого года. И мы попытались сами создать движение, дискуссию для того, чтобы обсуждать, на наш взгляд, важные вопросы. Самые простые инструменты для того, чтобы это делать, это был сайт, Facebook. Кто-то из вас, возможно, участвует в комментариях, в обсуждении статей, которые публикуются на реформации. И еще один важный продукт, на наш взгляд, который должен был быть на белорусском рынке медийным, это интервью со знаковыми людьми, те, кто ассоциируется с изменениями. Даже не с реформами, а с какими-то изменениями, которые делают Беларусь другой. В том числе в этом проекте интервью поучаствовал Павел Селин, он был нашим героем, человек, который, на наш взгляд, ассоциируется с непростым периодом в жизни Беларуси, но в том числе и как человек, который видит Беларусь по-другому. Такая маленькая ремарка, почему Павел сегодня с нами в том числе. Я попробую задать второй вопрос. Можно даже самому себе. Да, попробую задать самому себе и тебе, Сергей, вопрос. Из чего или из кого состоит редакция и как построена работа нашего сайта? На самом деле это очень сложная структура. Периодически мы собираемся в одном кафе или в другом. Иногда мы обедаем в тех же местах, в которых обедает Петр Петрович Прокопович. Знаковая личность, с которой у нас, к сожалению, пока нет интервью, но он обещал однажды дать его. На самом деле огромный плюс того, что у нас нет какого-то офиса, в том, что мы живем вместе с городом. Мы живем вместе с страной. Мы хотим каким-то образом пережить все то, что переживают точно такие же люди, как и мы. Мы пишем о том, что интересно нам. И мы уверены, что есть люди, которым тоже интересно говорить на эти темы, обсуждать их. И если однажды в какой-нибудь кафешке мы с вами встретимся, пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Нам было бы очень интересно узнать свою аудиторию. В первую очередь мы встречаемся сегодня здесь, впервые в оффлайне, именно для того, чтобы понять, что интересно вам. О чем вам было бы интересно почитать. Второй, третий вопрос уже, да, получается. Есть ли у вас какие-нибудь правила внутри коллектива, Сергей? Мы любим ходить в Биркап. Там, кстати, очень часто рождаются интересные идеи для будущих статей. Да и эксперты там появляются самые. Там очень много экспертного сообщества. На самом деле правило основное в том, чтобы читать то, о чем мы пишем, было интересно. Если это не интересно нам самим, статья автоматически уходит в утиль. Было огромное количество материалов, которые вы не увидели на протяжении этого года, потому что они не нравились нам, и делать что-то, что не в кайф просто как-то не хотелось. Это основное правило. Мы хотим быть интересными, потому что реформы и перемены — это зачастую темы, о которых просто очень скучно говорить. Писать о них тем более скучно. Поэтому фан — это основное правило. Мы хотим, чтобы было весело всем, в том числе и нам. Ну и следом еще один вопрос. Как быстро пишутся материалы и как часто выходят? В редакции свободный график или фиксированный? Бывают ли авралы? Расскажите, Сергей, об этом. Да, с 8 до 5 мы сидим в квартире, а потом куда-нибудь выбираемся. Нету какого-то фиксированного рабочего дня, потому что на самом деле этот проект — это не наша основная работа. Я и Федя занимаемся обычно совсем другими вещами. И вот это тоже, наверное, то, чем этот проект выгодно отличается от белорусской журналистики. Как правило, журналист — это человек, который посвящает своей профессии все время. Я работаю журналистом в Украине, но это как бы немножко другая история. Здесь я даю волю фантазии. А какой был вопрос? Да, какая разница? Правда. А правила в коллективе? Да. Правило — очень важно соблюдать сроки, потому что тексты действительно… Мы попытались открыть новую нишу лонгриды, и на удивление эти тексты читаются. Обычно тексты у нас не меньше 10 тысяч слов. И, казалось бы, в наше время такие большие тексты уже вообще никому не интересны. Намного проще кликнуть в картиночку с котиком или в гифку какую-нибудь, посмотреть видосик. Мы попробовали поиграть с большим форматом, делать длинные интервью, делать длинные тексты и объяснять людям по пунктам какие-то сложные вещи. Сложный опрос там — это была основная идея, которую мы закладывали в проект в самом начале. И, как мне кажется, ее получилось реализовать. Да, я немножко хотел бы еще рассказать про наш формат. Я не знаю, возможно, даже вы не видели наш сайт, какие-то из вас. Кто-то видел, кто-то даже читал наши тексты. Мы себе поставили такую нетривиальную задачу для белорусского рынка. Мы готовим лонгриды. Это тексты от 10 тысяч знаков. И написать такой текст довольно сложно. Я думаю, здесь многие журналисты сидят, знают, насколько это сложно, разумный, хороший текст написать на 10 тысяч знаков. Они разумные и простые еще сложнее. Ну, может быть, да. Но мы пытаемся сделать тексты про реформы, про какие-то изменения, про сложные вещи. Не знаю, начиная с страховой медицины, заканчивая монетарной политикой в нашей стране. Но сделать это очень простым языком. То есть так, чтобы, прочитав этот текст, его мог понять каждый. И основные усилия наши тратятся на то, чтобы довести какую-то мысль до состояния уже уподобоваримой. То есть ее просто нужно переварить полностью. Есть приемы специальные, когда сложные предложения делятся на два, на три. Убираются все сложные слова, которые могут быть непонятны читателю. И, как ни странно, для нас было, еще раз повторю, откровением, то, что такие тексты люди читают. Почему-то на белорусском рынке есть потребность в текстах качественных, хороших, длинных, на сложные темы, написанные простым языком, возможно, с какими-то там шутками, прибаутками, с набросами. Но в то же время мы поднимаем, стараемся поднимать сложные темы. После этой короткой презентации разрешите мы передадим слово нашему гостю, потому что, мне кажется, с нами можно пообщаться в любой день в Фейсбуке. Павел не каждый день попадает в Минск, поэтому давайте передадим ему слово. Как вы знаете, Павел российский тележурналист, долгое время проработавший на телеканале НТВ. С 2000 по 2003 год он руководил дирекцией НТВ в Минске. И в 2003 году был депортирован за сюжет про похороны Василия Быкова. Однако после этого он оставался одним из немногих журналистов в России, который подробно изучал происходящее в Беларуси и регулярно рассказывал об этом на телеканале НТВ, старом НТВ, не том, который мы можем увидеть сегодня. После этого он сотрудничал с телеканалами РТВА, Дождь, РБК и множеством других. Я думаю, эта короткая презентация напомнит о том, с кем мы сегодня общаемся. Спасибо большое. Я просто невероятно рад быть сегодня в одном из моих любимых городов мира, потому что как-то так вышло. Я сегодня буквально подумал, что оказывается, я в Минске проработал, вот представьте, да, всего лишь два года и шесть месяцев, то есть даже нет трех лет. Но вот эти два года и шесть месяцев, они были какие-то невероятные, да, то есть они были очень плотные по событиям, они были очень насыщенные, вот. Ну и настолько насыщенные, что все кончилось взрывом желтого карлика, вот. То есть это моей депортацией в 24 часа, вот. Не знаю, один мой коллега, белорус, с белорусской службы радио Свобода, сказал мне, ну ты не переживай, это как орден получить. Вот, я считаю, что это мой виртуальный орден. Вот, так что вот уже 14 лет, да, получается, каким-то невероятным чудом. Во-первых, я дружу с огромным количеством людей из Минска и с теми, кто уехал из страны и живет сейчас и в Вильнюсе, и в Варшаве, и по всему миру. Вот, и очень люблю этот город. Сейчас буквально часик погулял по нему, поностальгировал. Классно. Ребят, ну я, честно говоря, не знаю, на самом деле. Я бы с удовольствием ответил на какие-то вопросы, может быть, да, чтобы не терять время. Так что не держите в себе, пожалуйста, задавайте. Все, что вас мучает, я могу рассказать. Да? Нет, нет. А, класс. Еще раз всем здравствуйте. Я напоминаю, что вы можете задать вопросы, подняв руку, либо прислав на слайда.ком, набрав код этого мероприятия 321. Если вы выбираете первый способ, пожалуйста, поднимайте руку заранее, чтобы мы могли сформировать очередь. Всегда говорите в микрофон, потому что мы за вами записываем. Вот, и называйте свое имя. Пишите вопросы, можете анонимно, можете называть свое имя. Итак, скажите, есть ли у кого-нибудь сейчас вопросы, или мы уже начнем с тех, которые пришли в слайда? Хорошо, начнем с тех, что пришли в слайда. Самый первый вопрос от Саши. Как современному журналисту развивать свои навыки? Что и кого читать, чему учиться? Я думаю, это вопрос ко всем. Давайте, я как человек, периодически преподающий телевизионную журналистику, попробую на него ответить. Вот знаете, развивать свои навыки, да? Я своим студентам в интерньюсе, в основном это происходит в интерньюсе, говорю такую фразу, что, ребят, вы на съемочной площадке должны представлять из себя такой мини-локатор, что ли, да, мини-радар. То есть ваша башка должна крутиться просто на 360 градусов без остановки и замечать все, что происходит вокруг тебя. Потому что если ты не любопытен, если тебе это неинтересно, если ты приехал на съемочную площадку там с холодным носом, и ты думаешь о чем-то другом, то тогда, ну, как правило, не знаю, как хотите это называйте, бог, провидение, судьба, удача журналистка, она от тебя отворачивается. А если ты все время роешь, если ты все время включен, если ты все время в теме и то, что называется, заточен под тему, тогда и судьба поворачивается к тебе, в общем, нужным местом, да. Я просто хочу вам рассказать одну историю. Значит, у меня целый сюжет родился, я прошу прощения, ну, мы же сразу в прямой эфир, да, поэтому можно все себе позволить, да, хорошо? Нет, 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 у меня целый сюжет родился из мужских трусов, которые лежали перед дверью в виде половой тряпки. Вы знаете, вот тряпку кладут, да, ноги вытирать перед дверью. Вот, я приехал снимать тетеньку, которая стала жертвой такого мошенника, который влюблял в себя женщин бальзаковского возраста, потом их, некоторое время с ними жил, потом их обирал и исчезал в неизвестном направлении. Вот мне нужно было приехать к такой тетеньке, она уже была пятая или шестая, что ли, по счету, и уговорить ее на интервью. И у нас не было никакой договоренности, и, скорее всего, она нас должна была послать. Вот, но случилось следующее. Перед входом к тетеньке на дверь, естественно, мы начали снимать сходу, то есть я сказал оператору, давай включай камеру, я стучусь, она открывает, я ее, как сказать, обаяю, да, вот, тоже влюблю в себя, и мы сделаем такой замечательный сюжет. Но перед входом в эту квартиру я увидел, что внизу лежат трусы такие разрезанные, мужские, семейные, большие, мокрые, то есть, ну, о них нужно ноги вытирать. И я попросил оператора, говорю, давай снимай, и прямо вот, как она открывает дверь, с трусов на нее прям сразу, вот. И, в общем, она открывает дверь, план с трусов на нее, я спрашиваю ее, здравствуйте, там, ну, не помню, как, Надежда Ивановна, а что это за трусы у вас лежат перед дверью? И Надежда Ивановна, растерявшись, потому что, ну, ни здрасте, ни до свидания, да, человек сразу с трусами пристает, вот. Она говорит, это, этого лавеласа звали Георгий, Гоша. Это Гошенькина трусы, говорит она. Я говорю, то есть, вы его так ненавидите, что его даже, вот, белье, да, вытираете ноги, обнявывая каждый день. Она говорит, да нет, у меня его там все майки, рубашки, все остальные его вещи лежат в шкафчике. Я говорю, можете показать? Могу, говорит она, совершенно обалдев. Мы проходим в квартиру, вот, и я понимаю, что она хранит его вещи, несмотря на то, что он ее полностью обобрал, полностью. Я спрашиваю, Надежда Ивановна, ну, как же так, почему? И она говорит, да я его люблю до сих пор, говорит, это жертва, да, лавеласа. Вот, и потом вот это все закрутилось, закрутилось, и мы поехали с ней к нему. В тюрьму она пекла ему пирожки. Она била его в тюрьме по голове авоськой, потом целовала, потом опять била. Ну, в общем, это был такой очень интересный живой сюжет, как мы любим. Ну вот, то есть эта история такая, что когда ты не видишь там трусов под ногами, да, то и нет дальше развития. Ну, извините, может быть, это сниженный пример. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, журналист должен быть максимально включен, вертеть башкой во все стороны. Вот, кого читать, я бы читал, ну, наверное, правильные какие-нибудь учебные пособия, максимально приближенные к практике, к журналистке. Вот, есть очень хороший цикл, который выпустила русская служба BBC, про то, как, я точно, я боюсь соврать, точное название, ну, там погуглите, может, найдете, как быть интересным журналистом или как делать интересную журналистику, что-то такое. Вот это максимально практическое пособие, где нет там долгих рассуждений про то, каким там должен быть журналист, это все правильно, конечно, и нужно этически. Вот, но есть очень классный набор простых и рабочих приемов, потому что, как мне кажется, наша профессия, она очень, скажем так, применительна, что ли, да, то есть это вот на самом деле, когда у тебя есть простые и работающие приемы, и ты их применяешь, и ты знаешь о них, то тогда, собственно говоря, тебе при должном внимании и заточенности на тему, тогда удается сделать, как мне кажется, интересный материал. Все. Павел, я тогда хочу у вас еще, вот вам уточняющий вопрос задать. Я знаю, что у вас есть курс «Специальный репортаж», правильно? И вы говорите, что есть приемы, что именно, да, владеть. Вот приемы, которым вы учите своих студентов, да, это приемы, которые знает каждый журналист или есть какие-то ваши находки, если они есть, то что же за они? Ну, про трусы я уже рассказал. Вот, сейчас еще про что-нибудь попробую. Ну, в общем, на самом деле, я действительно читаю курс, называется спецкурс, специальный телевизионный специальный репортаж, практические советы. Как раз это те самые практические советы, которые я даю своим молодым коллегам. Как нужно, с чего нужно начинать, как нужно продолжать, как нужно писать, как нужно монтировать, как нужно снимать. То есть это такие, ну, это целый курс, на самом деле, как бы, несколько дней, поэтому сложно как-то сейчас сказать. Ну, я не знаю, например, я учу ребят, как вести себя в кадре, да, ну, просто на примере. Я был недавно в Киргизии и вел этот спецкурс по специальному репортажу, и мы приехали с девочкой, с моей практиканткой, со съемочной группой. На съемку это был визит, визит Владимира Владимировича Путина в Киргизию. Вот, и это было очень ответственно, между прочим, для девочки моей практикантки, потому что канал, на котором это происходило, он довольно свободный, да, то есть нужно отдать должность. Сейчас в Киргизии очень хорошая ситуация со свободой слова, ну, терпимая, скажем так. Не очень хорошая, терпимая, хорошая ситуация. То есть есть оппозиционные каналы, есть оппозиционные издания, которые могут себе позволить высказывать свое мнение. И здесь была задача сделать, как бы, ну, такой, ну, объективный и одновременно, и, скажем так, немножко с подколом репортаж про этот визит, да, потому что, ну, все понимают, что это очень, скажем так, ну, ситуация сложная для наших киргизских коллег и партнеров и друзей, когда прилетает вот такой, скажем так, большой начальник из России. Вот, естественно, его там все ждут с распростертыми объятиями. И у нас была задача с моей практиканткой записать стендап, то, что мы называем, на телевидении, но это когда корреспондент в кадре появляется и что-то говорит свое. И девочка моя, практикантка, сильно растерялась, она не понимала, что делать вообще, куда идти, что говорить. И она сказала, давайте я вот встану вот здесь на фоне аэропорта и скажу, вот сегодня был визит, я говорю, вот молодец, давай. И так сделали бы 10 тысяч твоих коллег вообще просто на каждом телеканале мира. Ну, я говорю, послушай, ну давай что-нибудь сделаем оригинальное. И вот мы с ней придумали, потому что действительно стали вертеть башкой, увидели, что на флагштоках два государственных флага, они, отражая, так скажем, настроение этого визита, они себя вели очень интересно, да, то есть российский флаг, видимо, подражая, так сказать, душевному состоянию российского лидера, гордо реял по свободному воздуху Кыргызстана, вот, и чувствовал себя этот флаг прям как хозяин, знаете, так вот, как старший брат, извините. Вот, а киргизский флаг, он был такой скукоженный, он как-то обернулся вокруг флагштока и пытался быть совершенно максимально незаметным. Вот, и мы к этому не прикладывали никаких дополнительных усилий, даю честное слово. Вот, и я сказал своей девочке-практикантке, вот, Бактыгуль ее, по-моему, зовут, вот, я сказал, Бакулин, ну посмотри, пожалуйста, вот видишь флаги, вот они прям, вот, вот это прям анимационная иллюстрация того, о чем ты сейчас должна сказать в своем стендапе. И, собственно говоря, так и произошло. Она сказала, что да, действительно, посмотрите, даже флаги, почувствовав непростую, так сказать, ситуацию, сложные отношения между лидерами двух стран, приняли вот такие замысловатые позы и так далее, и так далее. И она подошла к своему флагу, развернула его и гордо пустила речь по воздуху. Ну, то есть это вот один из приемов, которым, например, я учу там своих студентов и говорю, что, ребят, используйте все, что можете, да, используйте, ну, если можете что-то потрогать, трогайте. Если можете, вскочите на коня и скачите, и говорите во время стендапа. Вот вспомните, да, Парфенов на Медне, что он сделал, почему он был таким, ну, как бы, телевизионным реформатором в том числе, потому что он опредметил свою речь, да, то есть он опредметил свой текст. Если он говорил о чем-то, ну, например, он говорил о водолазах, то ему в студию притаскивали этот страшный водолазный шлем, вот этот железный. Если он говорил о легкомоторной авиации, ему в студию закатывали небольшую Cessna. Да, вот такие были времена когда-то на телевидении, когда люди могли себе позволить Cessna в студию закатить. Вот, но это один из приемов, в общем, собственно говоря, таких приемов простых, рабочих, которыми не так сложно овладеть. Их, ну, есть целый набор. То есть то же самое относится к тому, как писать, к тому, как монтировать, к тому, как вести себя на съемочной площадке и так далее, и так далее. Рейтинг. По релевантности или можно в перемешку? Хорошо. Ну, смотрите, я читаю, естественно, белорусские сайты. Вот, в первую очередь читаю «Хартью 97», «РФРМ», «Белорусский партизан», «Тутбай». Вот, ну, пожалуй, все. Но я не могу там поставить кого-то там. В первую очередь мне нравятся все, и мне кажется, что все... Главное — это разнообразие, да? Главное, чтобы были разные, были разные, скажем так, источники информации, да? Потому что, ну, как мы знаем все, я надеюсь, здесь много наших коллег-журналистов, что истина, она где-то посредине. Если ты хочешь узнать, собственно говоря, что произошло, то читай несколько источников. Мне очень нравится, что «Хартью 97» — это агрегатор новостей, и это быстрое чтиво, и там можно читать, скажем так, и предысторию. Это очень важно, на мой взгляд. Мне очень нравятся лонг-риды из «РФРМ». Это, скажем так, на мой взгляд, какая-то такая новая тенденция в современной журналистике, потому что, ну, в интернет-журналистике, конечно, потому что я к удивлению просто стал замечать, что сейчас идет какой-то невероятный возврат к вещам, о которых, например, еще 5 или 7, а тем более 10-15 лет назад даже нельзя было говорить. Раньше говорили, знаете, типа, если у тебя, ну, там, человек не прочитал первые 5 предложений, то есть и ничего не понял, то значит, все, у тебя там, ты потерпел крах. Вот, сейчас люди готовы читать какие-то огромные тексты, сейчас вообще люди готовы читать поэзию почему-то, их приходить на поэтические вечера. Ну, я, правда, сейчас говорю про Россию, не знаю, как в Беларуси происходит эта история. Вот у нас, например, в Москве сейчас очень, очень как-то стало модным, что ли, в тусовке вот в этой, в такой, среди своих людей ходить, слушать поэзию. То есть какие-то люди, интернет-поэты собирают какие-то невероятные залы, просто огромная аудитория. Это есть, у меня есть такое ощущение, что то же самое, как было в 60-х, вот, в Советском Союзе, и было примерно то же самое, не знаю, может быть, вот сразу в конце 80-х, начало 90-х, когда поэты стали тоже модными. Там Иртенев был просто какой-то невероятно модный. Ну, вот, ну, в общем, вот, четыре я назвал, пожалуй, наверное, все. Беларусское телевидение я не смотрю, извините. У меня есть, не, у меня есть в пакете, есть, но я не могу. Не получается. Павел, а какие телеканалы, какие программы вы, в принципе, смотрите? Ох, ну да, сейчас я должен сказать самую модную фразу телевизионщиков. Я телевизор не смотрю. Нет, я, конечно, смотрю, я смотрю новости. Я, конечно же, смотрю новости РБК, где я еще недавно работал, в первую очередь, потом стараюсь смотреть эфир телеканала Дождь, где я сейчас делаю большой проект. Вот, я, конечно же, в обязательном порядке смотрю новости государственных каналов, чтобы понимать, далеко ли до дна, вот, и чтобы получать информацию, так сказать, из другой, из другого окопа, из соседнего. Я, ну, конечно, я читаю, читаю все возможные сайты российские. Ну, в первую очередь, конечно, Медузу, РБК тот же, Дождь. Вот. Вы когда-то в интервью говорили, что вот, по вашему мнению, рейтинги и качество телепрограмм, они вообще несовместимы. Вы все еще так думаете? Ну, знаете, сейчас просто такая ситуация. Ну, смотрите, рейтинги и качество телепрограмм стали жутко расходиться где-то в середине двухтысячных. Потому что я напомню вам, например, что, например, в истории НТВ один из самых больших рейтингов, ну, вернее, если правильно говорить, теледоли, да, доли телесмотрения, это сорок с чем-то, я боюсь соврать, то ли сорок три, то ли сорок семь доли, ну, если кто понимает, это просто, ну, за гранью. Вот. Она была на Нордосте, на выпуске на Медни про Нордост. То есть, и понимаете, да, что это была очень качественная журналистика, прям вот, ну, совсем очень качественная журналистика. Потом, потом, когда, я могу говорить, например, про НТВ, да, в частности, потом, когда Парфенова уволили с НТВ, и, вот, скажем так, началась вот эта эра, как сейчас модно говорить, хайпа, да, то есть, вот, когда стали телевизионные начальники пытаться побольше хайпануть этой доли с помощью, с помощью, скажем так, очень бодрого и резвого телевидения. Что такое я имею, что я имею в виду, да, под бодрым и резвым? Это чем жестче, тем больше телесмотрения. Вот у нас, например, я вам скажу, да, то есть, у меня был такой период в жизни, я работал в программе «Максимум» на канале НТВ, я продержался там ровно полтора сезона и сбежал, ну, не выдержав этого всего. Как раз то, о чем вы говорите, когда вот это пошла история, когда рейтинги стали зарабатываться на, ну, на том, о чем сегодня говорят про хайп, да, то есть это вот чем жестче, тем лучше, тем больше телесмотрения. Вот программа «Максимум», я просто напомню, она создавалась как программа серьезных телевизионных расследований. И поначалу это и была та самая программа расследований, в которой мы все хотели и мечтали работать. То есть, если вспомнить первые выпуски, то 90% в этой программе, или, может, даже сначала там 99% в этой программе, это были очень серьезные расследования от моих и моих коллег про то, как идет контрабанда из России, там, леса в Китае, про то, как происходит наркотрафик через территорию России, про то, я не знаю, там, какие-то исторические расследования моего коллеги Леши Егорова, там, про дачу Гитлера в Аргентине, и так далее, и так далее. То есть это было очень качественное телевизионное расследование, такая журналистика расследовательская. Вот, и потом произошла интересная история. Вот, как-то в один прекрасный момент сделали сюжет про какой-то скандал звезд. И тогда были такие, как мы их называли, колбаски популярности. Знаете, они приходили каждый понедельник, и было видно поминутка, то есть телесмотрение. И вот на наших, прости господи, качественных расследованиях это было вот так сюда, да, уходя в минус. И как только какой-то скандал звезд, это вот такой просто, вот такой вот скачок, бугор телесмотрения. И, естественно, наши замечательные телевизионные начальники, не будь дураки, конечно, потому что, извините, рейтинг — это деньги, да, то есть чем выше цифры, тем больше денег рекламных. Не будь дураки, стали увлекаться, скажем так, и стало вот таких сюжетов все больше, больше, больше и больше. И потом вот это, собственно говоря, соотношение, оно сместилось уже совсем не в нашу сторону. Сначала это было там 50 на 50, а потом все меньше, меньше и меньше. И это история как с наркотиками, то есть чем больше ты потребляешь, тем больше подсаживаешься. Вот такая история, да. Печальная причем. Добрый вечер всем. Меня Антонина зовут. Федор, Сергей, добрый вечер. Павел, вопрос к вам. Сложный вопрос, наверное. К реформаторам, не? Нет, я им наедине задам, если что. Я их знаю, да. Вас не знаю, поэтому приятно познакомиться. И хотела бы спросить такой вопрос. Вы сами обмолвились о том, что я телевизор не смотрю. Я смотрю телевизор, я же сказал. Подождите, давайте я сейчас спрошу, если можно. Вы сами так сказали, вы обмолвились, неважно, я сейчас не к этому говорю. То есть я телевизор не смотрю, прям лет 6 или 7. Я не знаю, работает ли у меня телевизор, он есть, но я его не включала очень давно. Вопрос. Я слышу от своих друзей, от кого-то еще, вот эту вот прекрасную фразу о том, что телевизор не умирает. Я думаю, что это в Беларуси и в России примерно похожая ситуация. Вопрос расширенный к вам. Согласны ли вы с этой фразой? Каким вы вообще будущее телевизионной журналистики видите? И в целом, ну то есть, что нужно делать, чтобы нет, чтобы не умирало? Или как? Ну то есть вы понимаете вопрос. Что вообще, что происходит сейчас? Нравится ли вам эта ситуация? И что делать, чтобы исправить, может быть? Или нет смысла исправлять, что все уходят в интернет и все? Пусть все уморет уже. Пусть останется только один интернет. Каким видите себя? Вот ваше будущее тоже в журналистике тоже интересно. Спасибо. Да, если говорить сейчас чуть-чуть несерьезно, потом серьезно скажу. Помните, да, это «Москва слезам не верит», когда один из героев говорит, через 20 лет ничего не будет. Ни театров, ни чего там, ни фильмов. Будет только телевидение. Вот сейчас я могу тоже сказать, что через 20 лет, наверное, ничего не будет. Там будет только интернет. Ну, на самом деле, если серьезно говорить, я думаю, что телевизор — это такая хитрая гидра, которая приспосабливается к любым ситуациям и любым условиям. И уже сейчас мы видим, что телевизионные люди, смотрящие в будущее, они, конечно же, уже все больше и больше приходят к этому симбиозу. Симбиозу сети и традиционного телека. Мне кажется, что, в принципе, судьба современного телевидения, она была предсказана еще, я не знаю, там, где-нибудь лет 20-30 назад. Я читал, что есть два понятия, которые определят судьбу дальнейшего развития телевидения. Это интерактивность и нишевость. Ну, то есть, сейчас, да, посмотрите, я не знаю, у меня в пакете, кабельном пакете, там около, боюсь даже сказать сколько, около тысячи, что ли, каналов, да, на все вкусы. То есть, начиная от рыбалки и охоты и заканчивая, там, приключениями, фильмами, политикой, новостями и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что телек дальше будет развиваться, конечно же, в сторону нишевости, еще большей нишевости. Я думаю, что с периодическими модными откатами назад, скажем так, в традиционный формат, где, ну, скажем так, большой канал, который делает все понемножку, да. Вот, не знаю, на самом деле, мне кажется, что вот такие форматы, как традиционный большой канал, где есть и кино, и новости, и игры, и ток-шоу, ну, когда-нибудь он уже должен умереть, как эти несчастные евреи, которых Моисей водил 40 лет по пустыне. Вот, надо просто дождаться этого счастливого момента, не знаю, сколько это будет длиться, 40 или 60 или 100 лет, не знаю. Вот, да, действительно, ну, например, я сейчас вот на таких традиционных больших каналах, кроме новостей, ничего не смотрю, мне там ничего не интересно, мне лично. Ну, я говорю про российские каналы. Вот, а что делать? Я не думаю, что надо что-то делать, я думаю, что надо сейчас каждому нормальному, скажем так, журналисту искать какую-то свою нишу и туда пытаться прямо вот сейчас, не упуская времени, втискиваться, пока тебя не опередили, вот и все. Вот мне, например, интересно снимать travel, да, то есть мне интересно снимать историю про там другие страны, я сейчас прямо вот делаю, вы не представляете, какие усилия, чтобы застолбить эту историю, ну, в том числе и с ютуб-каналами, да, потому что мне кажется, что за ними вообще будущее, потому что, ну, слушайте, сейчас такие деньги вкладываются в сеть, и даже уже, если сравнить количество капиталовложений в телек, в традиционный и в сетевой, они уж как минимум паритетны, а я думаю, что дальше просто сеть будет поглощать гораздо больше денег. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Сейчас у нас вот такой вопрос к команде информации. Какие требования к журналистам предъявляете? Хочу для вас писать тексты, как это возможно? Расскажите все-все-все человеку. Ну, требования примерно такие же, какие мы предъявляем самим себе. Самое главное, чтобы человек умел захватить своим языком, чтобы он умел написать так, чтобы текст дочитали. От кого вопрос пришел? От анонима? Нет, а в аудитории? Это в аудитории где-то человек, да? Просто присылайте текст ваш, посмотрим, почитаем, познакомимся. Я думаю, если будет хороший текст, сразу опубликуем, если будет с чем работать, поможем доработать. Ну, в любом случае, выходите на контакт. Спасибо. Да, кстати, мы очень открыты. Конечно. Миллион долларов за текст. На самом деле, мы очень открыты новым автором, и для нас очень важно привлекать новых людей. Периодически мы приглашаем авторов-фрилансеров. Если вы видите тексты, которые выходят под авторством редакции РФРМ или под именем какого-то человека, это, скорее всего, один из наших фрилансеров работал. Вот наш следующий вопрос тоже к вам. Расповедите, коли ласка, пралежь бы проекту. Якая у вас наведвальнасть? Який самый читанный материал? Мне здаётся, что самый читанный материал был, это было расследование про майомость Гары Полика. Он вышел у трав, не здаётся, нечто такое. Он набрал больше за 15 тысяч проглядов. Текст был передрукованный большинством наших онлайн-СМИ. И даже газета администрации президента Советской Беларуси затекавилась этим текстом. И он был передрукованный без дозвола. Але бесплатная реклама на 40 тысячах особников, мне здаётся. Окей, ну, хай так. Но это был самый популярный материал. И, дарача, я хотя бы падякаваць прас-клубу за то, что при их допомозе отрымалася зрабить яго. У той час, коли гады материал архтоваусе, мы с Фёдором проходили у прас-клубе курс по онлайн-журналістыцы и по онлайн-расследваннях. И при допомозе специалистов с BBC и OCCPR у нас отрымалася знасти вазяту информацию у американских... Это были некие базы податка-плательщиков, далее, далее, далее. Мы эту идею неак развили. И нарэште отрымалася зрабись в этот текст, який на дадзинный момент самый популярный. Але, а прочего, у нас стаецца довольно великая колькасць материалов, яке выходзец за 10 тысяч. Доволь багато интервью, яке набираюсь, прикладно такие личбы. И, як мне падаецца, они только будут взрастать. Наш основный приоритет – это не сайт, а фейсбук Суполка. Нам вельми цікава бачать, что отбывается у Суполцы, як людзе обмерковывать эти тексты. И тут мы некие шукаем новые идеи для будущих публикаций. И могу сказать, что за минулый год, навык не за минулый год, за пошние месяца 6 мы набрали большасть аудиторий. Зараз это калят 3000 фолловеров. Это небагато, але для сайта, яким працуют два человеки, и какие, можно сказать, робятся на коленце, это доволь добрый результат. Мы сподняемся, что это лишь бы будет только Россия. И наш следующий вопрос. Какие вы представляете будущие реформации? Я пока не вижу какого-то конкретного плана по тому, что с нами будет. У нас есть мечта, что бы мы хотели сделать из реформации, в конце концов. Но пока реформация будет такая, какая она есть. А мечта заключается в том, что мы хотим перерасти рамки сайта с лонгридами, хотим писать про бизнес в Беларуси, который, надеюсь, появится. Хотим писать про экономическую политику в стране. И вообще хотели бы сделать что-то похожее на российское РБК. Вот если простым языком говорить, то, наверное, что-нибудь похожее хотели бы сделать. Но это мечта. Пока работаем в том формате, в котором работаем. И мне кажется, очень важно отметить, что работая над реформацией, мы за год смогли нащупать те ниши и те темы, которые очень интересны людям. Во многом наш сайт и вообще весь этот проект — это такой один большой эксперимент. И очень интересно наблюдать, как меняется аудитория, как меняемся мы вместе с ней. И что в Беларуси действительно сейчас может быть интересно, даже нащупав такие темы на совсем небольших аудиториях. Мне кажется, что эксперимент — это ключевое слово. И именно на основании результатов этого эксперимента мы будем двигаться куда-то дальше. — Серж, и что, на ваш взгляд, интереснее всего сейчас белорусам? — Ну, есть универсальная формула СНТВ — это скандалы, интриги, расследования. В общем-то, на самом деле, это не сильно отличается условие от России. И не только от России, а от других стран. В Великобритании, если вы откроете любую газету, то на первой полосе будут новости про селебрити, будут какие-то скандалы, политические новости, война в Украине. Это будет пятая, шестая страница, где-то очень-очень далеко. Людям интересен… на Западе людям интересен спорт. Здесь спорт, мне кажется, не настолько популярная тема. Мы про нее не пробовали писать, но все же это… Есть достаточно нишевых СМИ, которые пишут на эту тематику. Опять же, возвращаясь к тем темам, которые, как мне кажется, интересны сейчас. Конечно, интересна бизнес-тематика, но в значительной степени это упирается в особенности белорусского рынка. Бизнесмены – это люди, которые зависят от условий, в которых они существуют. И зачастую эти люди не хотят раскрывать какую-то внутреннюю информацию либо о бизнесе, либо о ситуации на рынке. Их тоже можно понять. Но мне хотелось бы создавать СМИ в условиях, когда этой информации будет больше, она будет открытой, и уровень дискуссии можно будет поднимать все выше, выше и выше. Это наша цель. Мы хотим поднимать уровень дискуссии и создавать СМИ, которые будут говорить простым языком о сложных вещах, но каким-то образом это будет связано не только с политическими или общественными событиями, но и с бизнесом, там, где деньги. Потому что для Беларуси сейчас очень важно развивать частный сектор. И мне кажется, что именно за этой нише будет будущее нашего проекта. Скажите, пожалуйста, если сейчас в зале у кого-нибудь вопрос, вот там рука, пожалуйста, микрофон, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я журналистка. У меня вопрос к уважаемым спикерам и вам, Павел, и вам, коллеги. Скажите, пожалуйста, вот мне в последнее время очень хочется разобраться с понятиями. Вот желтизна, когда СМИ желтая. Какое СМИ вы назовете желтое? Я в последнее время, ну, как бы, не знаю, как сказать, существую в ситуации, когда вот то, что мне кажется желтым, коллеги называют лайфстайл. Ну, лайфстайл — это вроде уже круто, это как-то солидно и серьезно. А потом другие, ну, то есть мне непонятно, и мне очень искренне хочется это понять, и я хочу повредить вас, сказать, вот желтое. Это ж какое желтое? Что желтое? Как писал Давлатов, перефразирую Сергея Донатча, можно сказать, что у желтизны слишком много подобных кличек, да, лайфстайл там и так далее. Ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, прям конкретное, ну, дать конкретное определение. Не знаю, это чувство так-то, чувство мира, что ли, да? Это то же самое, как говорить о, что такое пошлость, да? То есть вот пошлость, это прекрасно, Набоков, по-моему, сказал, что пошлость — это чрезмерность. То есть когда вот слишком много, когда, ну, одно и то же действие, одну и то же вещь можно описать двумя разными словами, и вот одно описание будет нормальным, человеческим, а другое — пошлым. Вот я не знаю, просто не хочется как-то прям конкретных примеров приводить, а то они сейчас, да? Не знаю, ну, для меня, например, российская комсомолка — абсолютно пошлая, желтая газета. Вот, ну, вот правда, да, то есть я не могу. То есть если раньше я читал ее за поем, там, ну, от корки до корки, то сейчас это вообще невозможно, вот, потому что и стиль какой-то, и подбор тем. Ну, если говорить о телевидении, вот мне очень нравится канал, который захватили в России, «Зеленые человечки», РЕН-ТВ, вот, там рептилоиды, мне кажется, в этом, в кабинетах. Да, ну, вот это, мне кажется, пошлость, да, земля плоская, да, и человек получает ТЭФИ за это. Ну, ну что, мне кажется, вот, желтеи пошли, ничего вообще не может быть. Ну, давайте. Теперь белорусские примеры, пожалуйста. Мы не хотим убежать коллег, мы всех любим. Ну, я не знаю, нас очень часто называют желтым изданием, хотя мне так не кажется. Мы стараемся, конечно, избегать таких возможностей. Ну, то есть в желтизну не хочется скатываться. Мне кажется, что желтизна — это вот то, что мы называем низким уровнем дискуссии. Это какие-то темы, которые не меняют никаким образом жизнь к лучшему, не заставляют человека задуматься, не заставляют каким-то образом хотя бы на один миллиметр стать лучше. Вот, наверное, в этом я вижу желтизну в современной прессе. Мне добавить нечего к тому, что сказали коллеги. Мы с Сергеем обсуждали эту тему, что такое желтое, и для себя действительно пришли к выводу, что, наверное, самое главное, ключевое, ну, помимо пошлости, это уровень дискуссии. То есть можно довести любую тему до такого плинтуса, что, в принципе, тогда не о чем говорить. Ну, то есть если, допустим, жизнь в Минске сводить к изучению стоимости бургеров, то, наверное, это желтая все-таки тема. А не говорить о каких-то важных вещах. По-моему, нужно не забывать, что есть уровень дискуссии, нельзя опускаться совсем уже ниже плинтуса. Пожалуйста, дождитесь микрофона, и у нас здесь формируется очередь. Я хочу сказать, что у нас осталось не так много времени на ваши вопросы, и вы можете голосовать за те вопросы, которые вы хотите, чтобы в любом случае были заданы. И следующий вопрос. Пожалуйста, представьтесь, кого вы представляете? Это Александр Якушев, независимый гражданин Республики МРОЭ. Музыкант, творческий человек, а так в миру инженер, проектировщик. Слегка насчитанный, но имеющий очень много вопросов, претензий. Претензий имеющий. Скажите, пожалуйста, как в Российской Федерации движутся сейчас вопросы расследования политических убийств журналистов? Ну, вы знаете, да, начиная с Анны Политковской и так далее. То есть, ну, понятно, что глупо говорить, строить иллюзии, домыслы. Понятно, что как бы все очень жестко контролируется, и мы все знаем. Мы можем смещаться в желтую, там, какие-то прессы. Но все прекрасно знают условия игры, более или менее. Люди осведомлены, знают, что как бы можно просто не выехать. Случайно потеряться по дороге в аэропорт Минск-1 или обратно. Случайно не доехать до дачи или как бы, ну, в общем, закончить не очень весело, да? Если ты выходишь на какой-то другой уровень расследований или суешь свой нос не в чужие дела. Ну, по их мнению, чужие. Как вот сейчас в Российской Федерации обстоят дела с громкими расследованиями убийств журналистов, к примеру, и вообще практика расследования, которая была, ну, я помню, с детства, в 90-е годы, особенно, да, времена Елены Масюк, да, вот, НТВ, когда люди были крайне принципиальны, гораздо более принципиальны, чем в наши желтые дни. Вот, и второй вопрос будет уже чуть в другой плоскости. Я закончил, подождите. Что нужно сделать в Беларуси, чтобы был канал, действительно, где можно было выражать свое мнение и не быть прессингованным, не быть, как бы, не уйти, не потерять дотации, не случайно не поскользнуться, да, по дороге на дачу. Что нужно для этого? Какие правовые механизмы выработаны или должны быть выработаны, да? Ну, вы все прекрасно понимаете, что я имею в виду. Спасибо. Я хочу предупредить, что у нас от одного человека только один вопрос, поэтому в следующий раз выбирайте, какой вопрос вы хотите задать. Ну, я коротко отвечу. Что касается политических убийств, и в частности, убийств журналистов в России, есть две плоскости. Есть официальная, и там никак, никак, ничего вы знаете, да? Вот. В неофициальной плоскости, в журналистской, есть огромное количество и журналистских, и газетных расследований, и интернет-расследований. Вот. В первую очередь, если вас интересует эта тема, это, конечно, новую газету надо читать. Там есть все. И про Аню Политковскую, и про Борю Немцову, и про Юру Щекочихина, ну, про всех, кто, собственно, погиб. И Наташу Эстемирову. То есть, ну, огромное количество доказательств, огромное количество проверенных версий, отброшенных фактов, проверенных фактов, приведенных фактов, на которые официальная власть не реагирует никак. Все. По поводу Беларуси, это ребят. Вот мы и ответили. На самом деле, мне кажется, что вот эта принципиальность, о которой вы говорите, это очень важно. Это одно из, наверное, самых важных качеств журналиста. К нам несколько раз уже обращались с просьбой снять какие-то тексты, либо просили заменить что-то в интервью. У нас есть принципиальная позиция, мы никогда не редактируем интервью, мы ничего из них не убираем. Все, что было сказано во время интервью, мы оставляем в тексте, и ни при каких условиях не будем убирать из этого. Это, конечно, неприятно, за это могут обижаться, но, к счастью, как правило, люди с пониманием относятся к этому. Мы делаем свою работу, кто-то делает другую работу. Что касается опасности этой профессии, никто, я не помню, может быть, это было даже интервью с тобой, была такая фраза, никто не говорил, что будет просто. Мне кажется, что выбирая профессию журналиста, особенно в Беларуси, люди заранее знают, на что они идут, на что они готовы. У всех свои какие-то есть рамки. По крайней мере, сейчас есть очень важное отличие реформации от других проектов. Мы не зависим ни от кого, мы не зависим ни от частного бизнеса, ни от государства, ни от каких-то корпоративных интересов. Это немножко другая уже тема. В общем, суть в том, что нам никто не говорит, о чем писать. Мы пишем только о том, что хотим, и рамки выбираем сами для себя. На данный момент мы никаким образом себя не ограничиваем в темах и в том, как мы о них пишем и что мы о них пишем. Это очень важно. Сергей, у меня тогда вопрос есть к вам. У вас много интервью с интересными такими собеседниками, с которыми каждый день не встретишься. Скажите, пожалуйста, это все ваши личные знакомства или вы с нуля выстраиваете общение с каждым спикером? Конечно, все через постель. На самом деле, мне кажется, что с любым человеком можно сделать интервью, если быть для него интересным. для меня очень важно в каждом интервью за тот час, который у меня есть, если вы заметили, практически все интервью примерно одного размера, каждый из них длится час. За час я хочу максимально раскрыть для себя человека, которого вижу в первый раз. Я о нем много могу прочитать, готовя интервью, узнать какую-то дополнительную информацию от коллег, от друзей, может быть, человека. Но мне очень важно понять, кто передо мной. и я хочу вот этим пониманием поделиться с читателями. Это очень важно. Для того, чтобы договориться об интервью, не знаю, мы просто всегда писали имейл, обращались через Фейсбук. А, скажи про Венедиктов. А, Венедиктов, наш старый друг, просто мы периодически там бухаем за углом. Ну, у нас было такое замечательное интервью у Сергея с главным редактором «Эхо Москвы». Ну, такая знаковая персона для России, в том числе знает его и Беларуси. Сергей его просто словил в книжном магазине в Минске. То есть подошел, познакомился, посоветовал книжек по истории Беларуси и договорился на интервью. Ну, вот так это делается. Я думаю, это хороший навык быть наглее, быть наглее, хорошо пошутить и все будет хорошо. Параллельно мы также, наверное, первыми или на данный момент, по крайней мере, единственными договорились о спецпроекте с «Эхом». Вначале мы дважды в неделю рассказывали о каких-то событиях в истории Беларуси или об актуалиях Беларуси для российской аудитории. Тексты публиковались одновременно на реформации на сайте «Эхо Москвы». В последний месяц этот проект был временно приостановлен, но с ноября мы опять начинаем эти публикации. Поэтому, кстати, если есть какие-то темы, о которых вы хотели бы почитать и объяснить их российской аудитории, мы будем очень признательны, если вы пришлете нам какие-то вопросы или пожелания. Это было бы очень здорово. Мы хотим наладить такой диалог, потому что о нашей стране на удивление довольно часто не знают не только наши соседи, но и в общем-то страна, которая, как мне кажется, сейчас имеет максимальный объем обмена информации. Это Россия. И мы хотим объяснить россиянам, что мы на самом деле немножко не те люди, которых они видят в телевизоре или которых они читали в советских учебниках. Спасибо большое. У нас есть вопросы с зала. Всем привет. Василий Русецкий, Белсад. Вот смотрите, вас сегодня трое, и этот вопрос меня уже мучает довольно давно. А почему у вас три инстаграма? Каждый из вас по отдельности их создавал? Нет, серьезно. У вас три инстаграма у реформации, да. Тут уже висел где-то вопрос о том, что было с теми, кто создавал реформацию, да, их действительно уже их нет. Я даже не знаком со многими людьми, кто был в начале, к сожалению. А может и знаком, да. Мы не ведем в инстаграме аккаунта. Аккаунты создавались просто приходили какие-то одни люди создавали, потом забывался пароль, приходили другие люди, создавали еще один аккаунт, ну и так далее. Я тоже создал один аккаунт в реформации. Мы туда забросили пару фоток, но и пока не видим смысла работать с инстаграмом. Когда мы раскрутимся, мы будем сразу продавать четыре разных. У меня еще второй вопрос касательно источников финансирования. Откуда вы берете деньги, при том, что на реформации почти нет рекламы? Как мы уже сказали, у Феди у меня есть своя работа. Я работаю журналистом на украинском телеканале «Прямый», а Федя занимается интернет-бизнесом. Следующий вопрос. Какими проектами вы по-настоящему гордитесь? Топ-3. Сложно сказать. Ну, конечно, в первую очередь это «Намедни», потому что я был корреспондентом «Намедни», еще будучи корреспондентом НТВ в Беларуси. Это удивительная история, потому что я даже мечтать не мог о том, чтобы когда-то сделать сюжет в эту программу, потому что мы все, конечно, сидели, открыв рот, смотрели на Леонид Геннадьевича и думали, господи, как же можно делать такое классное телевидение. Вот, то есть это «Намедни», и после депортации я стал постоянным автором «Намедни» до его закрытия в 2004-м году. Потом, пожалуй, это, наверное, ну вот, ряд серьезных расследований в программе «Максимум». Потом несколько портретных очерков в главном герое на НТВ и, пожалуй, самый главный для меня из них, и это интересно, что так сегодня совпало, это 17-минутный огромный, ну это почти документальный, мини-документальный фильм про Юрия Шевчука, который завтра будет здесь давать свой замечательный концерт «История звука». Я на самом деле на него приехал, между прочим, в том числе. Ну, конечно, и для этой встречи. Вот, и это был такой огромный сюжет, потому что Юрий Лянч, как известно, человек, который камеру не очень любит, а журналистов так держит на расстоянии. Мы как-то подружились, я вот целых 10 лет снимал, и я надеюсь, снимаю еще документальный фильм про Шевчука, который, когда он выйдет, будет называться «Юра-музыкант». Вот, это, наверное, уже три. Ну, не знаю, потом, я думаю, что, конечно же, это ток-шоу, последнее слово, и, может быть, если вы знаете, то именно в этом проекте был, скажем так, один из главных выпусков по поводу 2010 года, да и событий на площади, когда мои друзья вот Наташа Коляда и Коля Халезин, основатели Белорусского Свободного Театра, каким-то чудом прорвались вообще в Москву ко мне на эфир. И я думаю, что НТВшники в том числе, и, конечно, потом «История дня» на РБК, потому что это было круто, весело, зажигательно, правда, всего лишь три с половиной месяца, к сожалению. А может, тогда команда реформации расскажите, чем вы гордитесь особенно? Спой, Светик, не стыдись. Хорошо. Я очень горжусь тем, что у нас получилось договориться с редакцией «Эхо Москвы» о партнерской программе. Наверное, это такое самое значимое достижение в этом году. Я горжусь наверное тем интервью, которое удалось сделать за этот год, и одно из них выйдет на этой неделе, это будет, как мне кажется, действительно бомба, которая взорвет. Зайдите на наш сайт в течение недели, я пока не знаю, когда точно она появится, но это будет что-то очень интересное про донорские программы в Беларуси, про современную белорусскую политику, про то, что происходит в кулуарах и про ту, наверное, темную сторону, о которой многие не знают. Это должно быть очень интересно. Это второй проект. И третий, я не знаю, третий проект, мне кажется, Антон Матолько, который тоже с нами делает реформацию. я горжусь тем, что нам удалось пригласить Антона к нам в проект. Он так же, как и мы, старается изменять место, в котором он живет, к лучшему. И мне кажется, что это было очень круто. Спасибо, Антон, что присоединился. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что он к вам присоединился и почему для вас это так важно. Расскажите об этом. Это долгая история. Во-первых, через пастель. Как обычно, как обычно. Это долгая история, она занимает очень много времени, поэтому тут мы встретили, попили чай. А давайте мы вам микрофон принесем. Давайте. Давайте я пару слов про наш проект совместный с Антоном расскажу. У нас в рамках реформации мы задумывали это как тексты о реформах, какие-то большие тексты. И оставалась такая прослойка мелких дел или там локальных дел. И хотелось о них тоже писать, но в наш формат это не укладывалось. И мы поговорили с Антоном. Антону было интересно с нами сотрудничать почему-то. Так родился проект «Мотолько помоги». Это хэштег «Мотолько помоги». Каждый, кто видел какую-то проблему, мог просто написать об этом с хэштегом. И Антон бросался как супермен решать эту проблему. Вспиленное дерево, незасфальтированная дорожка. Это я шучу. На самом деле Антон делает колоссальное дело для нашего города. Он позволяет людям поверить в то, что можно решать даже какие-то локальные мелкие проблемы, а может быть и более крупные проблемы, своими силами либо принять участие в этом. И всегда нужен пример какой-то. Белорусы такие инертные. Нужен пример, который покажет, что если я могу, то и вы сможете. Вот то, чем занимается Антон вместе с нами. Спасибо, Антон. Спасибо. Наш следующий вопрос. У нас из зала есть вопрос. Вот давайте по очереди. Уважаемый Сергей Харитонов, скажите, пожалуйста, почему вы все еще не в Ютубе и в примерном формате программы «Вдуть», например, а точнее в своем собственном формате не делаете те же самые материалы, например, которые можно бы делать текстово, но и повторяя их в видеоформате. Мне кажется, что это и увеличило бы охват, и в целом крутая история. Вот что у вас вообще с Ютубом слышно? У нас как раз есть вопрос, кто лучше интервьюер с Сергей Харитонов или Юри Дуб? Объедините, значит, их, пожалуйста. Спасибо. Ну, на самом деле, мне уже не первый раз задают этот вопрос про видеоформат. Спасибо. На самом деле, мы уже неоднократно обсуждали с Федором эту идею. Я думаю, что в следующем году мы все-таки попробуем ее реализовать и вдуем Беларуси. Я не знаю, как это там будет называться. В Харитонуть или как-нибудь еще. Ну да, это очень классная идея, мы долго о ней думали, но все упирается в то, что команда сейчас очень маленькая. Нам не хватает сил, чтобы каким-то образом заняться видеопродакшеном и баблишка нет на это тоже. Это довольно дорогое удовольствие, но, конечно, нам хотелось бы что-то такое сделать. Если есть какие-то энтузиасты, желающие попробовать монетизировать эту идею, я думаю, что мы можем обсудить. или если вы знаете таких людей, пожалуйста, напишите, мы с удовольствием с ними познакомимся. Но да, я согласен, что нам пора выходить в видео и мы потихоньку сейчас пробуем играть с какими-то видосиками, они очень хорошо расходятся и, скорее всего, со следующего года мы попробуем работать в этом формате. А кто такой Юрий Дудь? Не знаю. Я скажу честно, я не смотрю Дудя, потому что мне не нравится его подача, мне не нравится вопрос, который он задает. И там сзади есть фамилия Познера. Мне очень нравится вот этот человек как интервьюер. Мне нравится его подача, мне нравится его интеллигентность. И он просто меня располагает к себе. А с Дудем, конечно, меня сравниваться не стоит, потому что у нас совсем разные охваты и мериться тут возможно. Но мне не хотелось бы, чтобы меня продолжали сравнивать с этим человеком, потому что, как мне кажется, мы работаем в немножко разных направлениях. У него есть своя аудитория, у меня есть своя. И мне очень в кайф те люди, которые читают мои интервью. И этого мне вполне достаточно. У нас есть вопросы из зала. Задайте, пожалуйста. Вопрос ко всем спикерам. Скажите, пожалуйста, успели ли вы уже пережить тот момент, тот самый момент, который наступает в жизни каждого разочарования в профессии? Если да, то с какими событиями он был связан? меня-то, кстати, недавно спрашивали. Прямо именно этот вопрос задавали в интервью. Я попробую сейчас очень коротко, ладно? я одновременно, я одновременно и разочарован, и не разочарован. Не разочарован тем, что пришел в эту профессию, потому что, господи, страшно признаться, это уже 25 лет происходит, вот, со второго курса университета. Не разочарован тем, что пришел в профессию, и, конечно, разочарован тем, во что моя профессия в большей своей части, я имею в виду федеральное российское телевидение, сейчас выродилось, и вот то, во что это все превратилось. Если говорить коротко, это все превратилось в такое большое гостелерадио Российской Федерации. То есть, если вы помните, раньше в Советском Союзе, кто здесь постарше, было сколько у нас, две программы, первая, вторая кнопка была. Да, сейчас этих кнопок, ну так, 15 примерно. Но, к сожалению, они все очень типичные, все из одной шинели. Ну, просто на самом деле так вышло, что огромный пласт моих коллег, тех людей, которые к своим, не знаю, тридцати, тридцати пяти, сорока, сорока с небольшим подошли на пике своей журналистской формы, ну, не знаю, если хотите имен, я могу сказать, например, Андрей Лошак, то есть, я могу, я отдавать сейчас только моих коллег по НТВ, Андрей Лошак, Катя Гордеева, не знаю, Антон Хреков, Антон Красовский, вот, то есть, это люди, которые на своем, на своем пике формы, сейчас абсолютно выдавлены из федерального эфира, абсолютно не, скажем так, не нужны и не при делах, вот это самое главное разочарование, ну, выдавлены, вы понимаете, почему, да, из-за своей, там, гражданской, в том числе, позиции, не знаю, человеческих качеств, вот, то есть, вот такой ответ на, вот такой грустный ответ на грустный вопрос, спасибо, за него, кстати, спасибо. Можно, да, ответ, послушаем, Сержа. Было ли разочарование и… Ага, ну, дело в том, что у меня нет никакого журналистского образования в свою первую газетную статью я написал в пятом классе, она вышла на второй странице газеты «Наше слово», это была такая газета «Товариство белорусской мовы», а затем мой возврат в журналистику произошел благодаря Даши Матявиной, основательнице kuku.org, вот она там сидит, это было интервью с двумя литовскими архитекторами, как мне кажется, которое очень многим понравилось и, возможно, именно благодаря позитивной реакции на это интервью я и решил заняться тем, чем сейчас занимаюсь. Периодически я разочаровываюсь наверное в журналистике в Беларуси, но не в людях, а в той ситуации, в которой нам приходится работать. Здесь действительно очень сложно делать хорошие материалы, но я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, которые делают здесь действительно качественное расследование, я очень уважаю ребят из проекта «Имена», которые действительно делают очень важную работу. И на самом деле чем больше я этим занимаюсь, тем интереснее мне вот эта профессия. Я ничего не боюсь, наверное. Люди действительно… Вот мы сегодня с Федором, когда встречали Пашу в аэропорту, обсуждали эту тему страха и боязни людей говорить или совершать какие-то поступки. Не только в Беларуси, мы говорили также и там про русских каких-то своих друзей, про иностранцев. Мне кажется, что белорусы по-прежнему стесняются что-то сказать. Это даже не страх сказать, часто это стеснение. Люди боятся, что их осудят за какие-то слова. И чем больше у нас появляется материалов про какие-то уязвимые группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями, какие-то иностранцы, беженцы и так далее. Чем больше мы видим такого и учимся воспринимать других, тем интереснее будет жизнь в этой стране. Поэтому мне не кажется, что здесь преобладает страх. Я думаю, что все-таки дело в том, что мы и я, может быть, в том числе от природы или от условий, в которых мы сейчас живем, стали немножко стеснительными. И, конечно, есть определенная степень самоцензуры, которую, например, я не чувствую в Украине, когда работаю на украинском телеканале. Ну, вот это такая маленькая ложечка дегтя, но, тем не менее, я вижу, что сейчас рождается поколение интересных молодых журналистов, которые, возможно, смогут что-то поменять у нас. У нас следующий вопрос из зала. Добрый вечер. Меня зовут Виктория. Я хотела бы вернуться к проекту реформация, пока их не постигло разочарование в профессии. И хотела бы задать такой вопрос. В плане развития самого проекта, в плане его монетизации, допустим, будете ли вы делать какой-то нативный контент? Думали ли вы об этом? Будете, не будете? Если будете, может быть, он будет в каком-то интересном формате, какой-то интересной концепции, которая приемлема именно для вас. Потому что, действительно, с высоким уровнем журналистики, высоким уровнем дискуссии, как бы эти нативные, допустим, какие-то проекты можно было бы делать достаточно интересными. И тоже касается, например, вашего будущего в YouTube, что может ли быть какая-то нативная составляющая в контенте, именно видео в будущем? Что касается видеоконтента, мы однозначно рассматривали монетизацию. Но для этого нужно делать действительно интересные материалы. Вы, я думаю, видели последние цифры по белорусским блогерам и их узнаваемости. Такие немножко смешные. Мне кажется, что честно было бы брать деньги за рекламу в том случае, если тебя знают и твой продукт действительно смотрят. Конечно, можно спорить об аудиториях, платежеспособны, неплатежеспособны и так далее. Но мне кажется, что брать рекламу у людей, зная, что ты продаешь им воздух, это немножко нечестно. Но если говорить именно о контенте, который сейчас на реформации, то есть именно о портале, о читаемом. Ну я думаю, что по мере роста мы, конечно, будем рассматривать возможность нативной рекламы, мы не будем ставить пресс-релизы однозначно, мы не будем ставить какие-то рекламные, откровенные рекламные. Нативная реклама, да, это интересно, потому что в этом формате, конечно, есть очень интересное взаимодействие бизнеса, журналистов и аудитории. С этой точки зрения это круто. Такие перспективы есть, но мне кажется, что об этом можно говорить только тогда, когда бизнес действительно скажет круто, нам это очень интересно, мы хотим это сделать. Я хочу предлагать только тот продукт, который действительно дает одетвалью. Ну, я думаю, что посотрудничаем. Круто. И у нас осталось время только для последнего вопроса, кто же его задаст. Вот я думаю, молодой человек во втором ряду не задавал еще. Добрый вечер. Меня зовут Егор, я работаю барменом, поэтому коллегами мне невозможно вас назвать, но тем не менее очень приятно здесь находиться. У меня вопрос к Павлу. Сегодня очень много мы вспоминали про программу «Намедни», и, скажем, в ней участвовали очень много сейчас журналистов, которые такие мастодонты, независимые, пивоваров, лошак, как вы, в том числе и, конечно же, Парфенов. Есть ли сейчас какой-нибудь проект, где собралось большое количество ярких молодых журналистов в Российской Федерации, может быть, в Украине или Беларуси, если вы знаете, либо есть ли подоплека для создания такого проекта, вот откуда могут выйти в будущем такие большие личности в сфере? Спасибо. Спасибо вам за то, что причислили к мастодонтам, это прямо так радостно. Кстати, мы немного коллеги с вами, я был барменом, так что... В общем, я думаю, что, ну, начнем, наверное, я не очень хорошо знаю ситуацию в Украине, не знаю, может быть, Сережа, наверное, больше ответит, как украинский журналист. Вот, про Беларусь могу точно сказать, что мне очень нравится проект РФРМ, да, как вы знаете, в этом году реформацию, как мы выяснили, 500 лет, в 1517-м она началась, вот, и я вас поздравляю, вот, мне очень нравится, какая команда, да, ваше дело живет уже 500 лет, чтобы она не закончилась так, как для Яна Гуса, да, на костре, ну, вот, да, если говорить, ну, вот, мне очень нравится РФРМ, я уже говорил, что, вот, я читаю другие сайты, мне очень нравится команда Харти, если про Беларусь, и про Россию, ну, пожалуй, дождь, пожалуй, дождь, это мощно, это круто, это прям вот, именно вот, те самые, скажем так, молодая порсль, которая, мы все ждем, когда она сметет нас с лица земли, вот, она нас потихонечку сметает, и молодцы, там, может быть, вы знаете, есть такой, ну, в качестве одного из примеров, Сергей Ерженков, который делал большой фильм про нашего любимого, да, господи, ну, ну, кого вылетел-то, Ляпис Трубецкой, сейчас как это называется, вот, Михалок, да, группа, я забыл, Бруто, вот, ну, вот, Бруто, да, вот, вот, на самом деле, Сергей Ерженков, один из самых ярких, да, таких представителей, вот этого молодого, такого поколения, дождь, пожалуй, очень неплохая была команда у нас, вот, на РБК, которая собралась предыдущий год, 2016, 2016 и половину этого года, 2017, которая, скажем так, очень сильно начала реформировать и довольно успешно реформировать РБК в сторону, скажем так, ну, на мой взгляд, такого, ну, интересного телевидения, да, я не знаю, как это объяснить, очень просто, да, такое телевидение, которое хочется смотреть, которое крутое, молодое, задорное, классно сделанное, клевое, модное, такое круто снятое, круто смонтированное, написанное и так далее, вот, к сожалению, эта команда, она сейчас летом, вот, вынуждена была уйти со смены владельца РБК и с приходом нового менеджмента, вот, ну, она вот перетекла, опять же, на дождь, да, то есть это единственный, скажем так, в России сейчас ресурс, если говорить про телевизор, вот, вот, вот эти, да, такие, собственно, в России из телевизора могу сказать, что, наверное, только дождь, а, извините, конечно, и сейчас очень неплохая команда собирается на RTVI, вот, RTVI, это такой, ну, российско, как не знаю, американский канал, который вещает и из Москвы, и из Нью-Йорка, вот, там очень, как раз там сейчас рулит Алексей Пивоваров, вот, ну, не хочу загадывать, может быть, и я, может быть, по крайней мере, мы ведем пока такие предварительные, предварительные разговоры об этом, но посмотрим, и про Украину. про Украину, мне кажется, можно говорить в контексте самой страны, потому что мало какие каналы работают для внешней аудитории, конечно, я могу порекомендовать телеканал прямый, на котором я работаю, во-первых, у нас самая большая ветрозащита в мире на микрофонах, во-вторых, это действительно молодой канал, очень интересный, который родился после выкупа такого совершенно дряблого телеканала «Тонис», который собирал в основном аудиторию из-за того, что там по ночам крутили порнушку. Но сейчас прямый действительно очень интересная новинка. Он работает с 24 августа этого года. Там смогли собрать действительно интересную и крутую команду молодых украинских журналистов. И, кроме того, две таких главных звезды, которые на протяжении долгого времени вдвоем вели все эфиры на протяжении суток, это мои коллеги Матвей Юрьевич Гонопольский и Евгений Киселев. Поэтому я вам очень рекомендую этот канал. Посмотрите, возможно, вам будет интересно. prm.ua Заходите, может быть, включайтесь в мои эфиры. Мне кажется, на данный момент это самый интересный телеканал. Из журналистов украинских, конечно, может быть, со мной кто-то будет не согласен в аудиторию. Мне очень нравится Мустафан Аем, с которым я имел возможность лично познакомиться и сделать одно из первых интервью для реформации. Это человек, который обладает действительно очень таким значимым авторитетом в журналистской среде в Украине. И его коллега Сергей Лещенко. Вот мне кажется, сейчас это таких два наиболее интересных пишущих журналиста. Именно из-за того, что они молодые и могут задать какой-то новый, может быть, темп украинской журналистики. Но они, впрочем, и так уже довольно хорошо известны в стране. И Мустафа, в общем-то, был одним из первых людей, которые начали Евромайдан в 2013 году. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо большое, что провели с нами вечер. Приходите еще, мы будем делать много крутых ивентов. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...